С вами канал GT-класс и я, Алексей Колчин. И сегодня мы поговорим о явлении, которое вы видели множество раз. Мы будем открывать бутылку с газированной водой. И сразу нужно сказать, что газированная вода получается растворением в ней углекислого газа под давлением в несколько атмосфер. Углекислый газ соединяется с водой и образуется угольная кислота. И на этикетке написано, что в этой воде содержится 1 грамм гидрокарбонатных ионов на каждый литр этой минеральной воды. Это значит, что в этой бутылке содержится почти пол литра углекислого газа, если его взять при атмосферном давлении. Когда мы откроем бутылку, давление понизится до атмосферного и угольная кислота начнет разлагаться, а углекислый газ выходить из воды. Давайте посмотрим внимательно, как это будет происходить. Открываем бутылку и пузыри образовались во всем объеме, а теперь они поднимаются только откуда-то со дна. Вышел ли из бутылки весь углекислый газ? Чтобы проверить это, можно сделать простой опыт. Закрыть поплотнее крышку, потрясти хорошенько бутылку, подождать пока поднимутся пузыри. И бутылка снова стала довольно-таки твердой. И теперь снова откроем крышку. И пузыри снова образуются по всему объему бутылки. Получается, что углекислый газ выходит не весь сразу, а отдельными порциями. Получается, что после того, как мы открыли бутылку и давление упало до атмосферного, активный процесс выхода пузырьков завершился, в бутылке все равно остается очень много углекислого газа. И такое состояние системы называют метастабильным. Конечно, если подождать достаточно долго, то вся избыточная углекислота разложится, углекислый газ выветрится. Но у нас, как у людей любопытных, возникает вопрос, а нельзя ли ускорить этот процесс и сделать так, чтобы система из метастабильного состояния вышла. Посмотрим внимательнее на то, что сейчас происходит в стакане. Мы видим, что пузырьки образуются в основном на дне и на стенках. И это связано с тем, что центрами образования пузырьков являются всяческие неоднородности и загрязнения. Давайте попробуем увеличить число таких центров образования пузырьков. Для этого высыпем немножко песка. И вот мы видим, что произошло как бы вскипание. И сейчас одна получается, появляется все больше и больше пузырьков. Давайте сменим стакан. И используем вместо песка обычную поваренную соль. И в этом случае эффект еще сильнее. Вода стала мутная от очень мелких пузырьков. Вот они выделяются достаточно долго. И таким способом мы ускорили процесс выветривания. А происходит это потому, что на поверхности кристалликов соли есть множество микротрещин, разных неровностей, которые могут являться центрами образования пузырьков. Но можно ли ускорить выделение углекислого газа, не добавляя ничего в газированную воду? Давайте вспомним, что мы это уже делали, просто встряхивая бутылку. А теперь мы будем встряхивать уже не руками, а с помощью вот этого ультразвукового генератора, который работает на частоте 42 кГц. Но генератор этот весьма маломощный, поэтому бутылку мы, конечно, им встряхнуть не сможем, а вот воду в пробирке вполне. Для начала нанесем каплю воды на торец ферритового стержня нашего генератора. А теперь поднесем пробирку с обычной водопроводной водой. И ничего особо интересного не происходит. Это у нас контрольный опыт. Сейчас заменим пробиркой с газированной водой. И немедленно со дна активно пошли пузырьки. Это происходит потому, что дно пробирки теперь вибрирует с частотой 42 кГц. А сейчас я сменю на этой сцене Алексея и посмотрю, как происходит дегазация бутылки в естественном состоянии. Ну вот бутылка подвешена на датчике силы. Я вижу, что ее вес составляет примерно 1574 грамма. Ну с точностью плюс-минус полграмма, по-видимому. Бутылка раскачивается, нам большей точности не получить. А еще вот здесь сделан такой улавливатель, потому что я сейчас начну открывать, чтобы если какие-то капли воды покинут бутылку, они все-таки остались в нем и этот вес не потерялся. Так что давайте смотреть, что будет. Аккуратно начинаю открывать. Оно пошло стравливание. Ничего я не потерял. Открыл бутылку совсем. Ну и мы видим, что... Сейчас еще успокоится раскачивание. Что бутылка весит что-то в районе 1570 граммов. Поэтому 4 грамма газа из нее вышло. Вот что мы в этом опыте установили. Естественно посмотреть, как дегазация идет дальше. Так что я взял пластиковый стаканчик. Поставил его на весы. Ну и залил в него порядка 100 граммов минералки. Ну а дальше надо смотреть, что происходит. Мы делали отсчеты в течение часа. Каждые 5 минут давайте поглядим на график, который у нас получился. И вот мы получили график, показывающий, как меняется масса воды в стаканчике в течение первых 30 минут. И очень обрадовались. Было видно, что масса падает. И с пятой минуты просматривается хороший линейный тренд. И когда процесс выйдет на насыщение, даже не видно. Но потом мы задумались. А какую роль во всей этой истории играет самое обычное испарение воды из стакана? Мы сделали контрольный опыт с водой из-под крана. И увидели, что практически вся потеря массы шла не за счет дегазации, которая была заметной только в первые 5 минут, а за счет испарения. Так что будьте аккуратны в своих экспериментах. Чтобы быть уверенным в том, что вы измеряете то, что хотите измерить, а не что-то другое. И вот мы проделали несколько опытов и получили наши результаты. Но поскольку мы не специалисты физической химии, то я далеко не уверен, что все в нашем изложении было правильно. Тут надо сказать, что замысел этого ролика возник по мотивам задачи с Международного студенческого турнира трех наук, а именно физики, химии и биологии. Ну и задача ясна, что она связана уж точно с физикой и химией. И участники этого турнира наверняка разберутся во всем тщательно и пойдут гораздо дальше нас. А я хочу сейчас задать вам простой вопрос, который у меня остался в результате всех этих разбирательств, на которые у меня сейчас еще нет ответа. Вот когда мы берем бытовой сифон, подсоединяем к нему баллончик с углекислотой, то газированная вода получается очень быстро. А когда мы открываем бутылку, мы видели уже, что углекислый газ выделяется не полностью, и не за один раз, и ждать, пока он весь выветрится, нужно довольно долго. Может быть, у кого-то из вас есть объяснение этому явлению. И ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok